Специально для глич. Тише. Приперёв, надо лежать смирно. Он нас не тронет, если его не сердить. Кадама, знаю, что лес здоров. Лиши вызывают лестного бога. В японской мифологии кадама – это дух дерева. Мне захотелось немножко пофаниться, и я решил выпилить небольшую бригаду таких кадама. Впервые я познакомился с ними в замечательной работе Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоки». Причём относительно недавно. Хотя мульту уже сто лет в обед. Они также засветились в игре Нио, но анимешная их версия мне больше по душе. Я вообще не готовился к этому проекту. Ну, в смысле, я его не планировал. Буквально вчера идея пришла мне в голову, и бух. Я уже сижу, обвожу их очертания. Они у меня из фанеры, которые я заранее обработал антисептиком и покрыл одним слоем белой красочки. Всего их будет шесть штук. И все разные, насколько это возможно. Планирую завалить их сразу всех за один присест. В мультике они все беленькие. Здорово, конечно. У меня эти ребята будут разноцветными. Ну, а что, почему бы и нет? Может быть, каждая из них индивидуальность. В любом случае, цветастыми они мне очень нравятся. Ну, вот они. Влаки и на всё готовые. Каждому из них я подберу отдельное дерево и поселю на него. Форест арт. Не иначе. По поверью, вырубка деревьев, в которых живут кадама, приводит к проклятию осмелившегося это сделать. Поэтому из поколения в поколение передаются указания о том, в каких деревьях живут кадама. В Японии такие деревья отмечают специальными верёвками. Называются симонава. У нас же здесь всё более наглядно. Сразу видно, кто в доме хозяин. Надеюсь, саморезы не сильно повредят деревьям. Иначе я просто не знаю другого способа. Ну, как ещё можно закрепить кадама на ветках? Я расположил их вдоль тропы, которая ведёт к тотему, которого мы поставили прошлой осенью. Но обнаружить их всех будет не так-то и просто. Я специально сделал так. Так интереснее. А вот и сам тотем. Уже прижился среди местных деревьев. Подселим приятеля, печёночному сосальщику, чтобы ему было не так скучно одному. Побродив по лесу ещё немного, я подыскал парочку интересных местечек. Одно из которых оказалось вообще над водой. Достать этого будет уже не так просто. Это если, конечно, кто-нибудь вообще захочет его забрать себе. А так видно, что этот парень явно на своём месте. Что ж, это был последний. Признаться, мне очень понравилось рисовать и развешивать их. Всё прошло так ненапряжно, в удовольствии, без каких-либо усилий. Кажется, что именно так должен протекать весь творческий процесс. Спокойно и гармонично. Иногда этого очень не хватает. Что ж, честно говоря, я приятно удивлён, заметив, с какой активностью вы выкладываете свои работы на стеночки. Так держать. Ну а теперь, конечно же, давайте узнаем, кто получил ту самую картину из крайнего видоса. Алина Сагадатова. Поздравляю. Вот такие дела. У меня в наличии ещё есть парочку интересных работ. Кто знает, может быть, их когда-нибудь разыграю. Посмотрим. Ребята, до глича осталось уже чуть меньше недели. И мы вовсю готовимся к мероприятию. Я планирую прям там забомбить новую картину. И у вас будет возможность вживую увидеть, как это происходит. Заодно и пообщаемся. Вся инфа в описании. До встречи.